И переходим к первой теме нашего выпуска. В Хабаровском крае нет действующих лесных пожаров. В конце прошлой недели в регионе потушили 4 последних очага. Возгорания находились в Солнечном, Верхнебуринском и Хабаровском районах и заняли площадь в 146,5 гектаров. Появление новых пожаров сейчас сдерживает дождливая погода, однако риск возгораний по-прежнему высок. Снега уже нигде нет, зато повсеместно стоит сухая трава. Поэтому как только наступит прояснение, начнут появляться и пожары. Сейчас в 22 лесничествах 9 районов Хабаровского края открыт пожароопасный сезон. Для сдерживания пожаров в 11 районах, а также в Хабаровске и Комсомольске на Амуре установлен особый противопожарный режим. На их территории действует запрет, организован усиленный мониторик пожарной безопасности в лесах, работают оперативные штабы по тушению лесных пожаров. Специалисты напомнили, что в условиях действующего особого противопожарного режима нельзя разводить костры, сжигать мусор, вести огневые работы. К правонарушителям применяются штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц и от 30 до 60 тысяч рублей для должностных. Предусмотрена и мера уголовной ответственности за причинение значительного материального ущерба, уничтожение лесного фонда или деяния, повлекшие травматизм и гибель людей. Об обнаружении лесного пожара жители просят сообщать в единую диспетчерскую службу лесной охраны по телефону 8 800 194 00. Звонок бесплатный. Впереди майские праздники, потепление, а значит и выезды на природу и шашлыки. Потому о пожарах в нашем крае и о мерах безопасности поговорим с гостем нашей студии Сергей Салямов, заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. Доброе утро. Для начала, какие районы в нашем крае сейчас являются самыми пожароопасными? Как уже прозвучало, у нас введен особый противопожарный режим на двух городских округах. Это город Хабаровск, город Комсомольск и в 11 муниципальных районах. Начнем с юга. Бекинский, Вяземский, Лозо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуриинский и на побережье Ванинский, Савгаванский. Вот на этих территориях введен особый противопожарный режим. Соответственно, значит, введены ограничения. Это у нас, как уже вы сказали, запрет на применение открытого огня, в том числе и мангалов. Сжигание мусора, сжигание сухой растительности на своих участках. То есть все вот это запрещено. То есть во всех этих районах, которые вы сейчас перечистили, очень высокий риск возгораний. Все правильно. В этих районах уже высокий риск возгорания ландшафтных пожаров. То есть это у нас горение, как правило, сухой травянистой растительности. То, что в конечном итоге может послужить большой бедой для нашего населения. То есть изгореть могут и дома, и какие-то постройки на дачных участках, на собственных. Те возгорания, которые уже были выявлены в этом году, какого они характера, из-за чего они возникали? Значит, от ландшафтных пожаров у нас возгораний строение не допущено. То есть своевременное применение сил и средств противопожарной службы Хабаровского края, государственной противопожарной службы не допустило распространения ландшафтных пожаров на постройке. Ну, самые опасные, получается, пожароопасные явления, это вот палы сухой травы. Да, в первую очередь, потому что, сами понимаете, у нас, как правило, в апреле месяце начинает повышение ветра. То есть смена температуры дает повышение ветра. Соответственно, распространение по поверхности, по ландшафтным, где у нас сухая растительность, значительная скорость увеличения. Тем самым сложнее, естественно, и тушить, и успеть какие-то применить меры, чтобы не допустить перехода огня на построение, на стройки. Как в этом году край готовится к пожароопасному сезону? Каждый год у нас проводятся мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону. В принципе, он уже начался, и меры уже приняты. И, значит, если говорить о том, что переходы на населенные пункты, то это проводится мероприятие по проведению обновления минерализованных полос. То есть начало подготовки у нас, как всегда, проходит в осенний период 22-го года, если говорить о подготовке к 23-му году. То есть у нас было около 475 только километров минполос выполнено совместно с органами местного управления и противопозорной службы Хабаровского края. На начало года уже обновлено порядка 100 километров. То есть эта работа дальше будет продолжаться в мире схода снежного покрова. Так или иначе, первая половина мая дарит нам и хорошую погоду, и достаточное количество выходных. И многие поедут просто отдыхать или заниматься своими загородными участками. Сейчас хотелось бы поговорить об ужесточении контроля, чтобы все, кто нас слышит и видит, понимали, что следить будут, проверять будут, и к чему-то это может привести, если будут нарушаться правила. Конечно, все будет под контролем. У нас уже работает 22 оперативные группы, числа сотрудников, назорных органов. 153 уже, значит, мероприятия проведены, 57 протоколов по административным правонарушениям уже составлено на граждан. Те, которые не выполняли требования пожарной безопасности, ну, конкретно, какие-то, значит, пользовались открытым огнем. Соответственно, значит, вынесены штрафы в отношении этих граждан. Дальше работа будет продолжаться и на майских праздниках, также будет у нас рейдовое мероприятие, и будет центр пропаганды Хабаровского края ездить, проводить беседы, раздавать памятки. В том числе, и, как я сказал уже, и надзорные органы будут отслеживать нерадивых граждан, которые будут пользоваться открытым огнем, будут привлекать к административной ответственности. То есть все будет под контролем. А рейды просто вот так проводятся? Вот хоть где выезжают, просто и местность проверяют? Или по сообщениям все-таки действуют? Нет, это будут плановые мероприятия, конкретно по СНТ, по населенным пунктам, то есть чтобы охватить всю территорию, где введен особый противопожарный. То есть где возможно эти навыки? Где возможно возбирать. Благодарим вас за беседу. Напоминаем, что в гостях был Сергей Салямов, заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!